В Чебоксарах волонтёры помогают ветеранам с уборкой квартир. Акция «Чистый дом. Тепло и уют» ежегодно проходит накануне Дня Победы. Добровольцы приходят к ветеранам войны, труженикам тыла, не только чтобы навести чистоту и порядок, но и пообщаться. Из воспоминаний о военном лихолетии ребята узнают, какой ценой ковалась победа и учатся быть отзывчивыми. Зинаида Жучкова, труженик тыла и ветеран труда, родилась в Нижегородской области на границе с Чувашией, но Чебоксары стали родным домом. Война застала её 11-летней девочкой. Отец и старший брат ушли на фронт. Домой уже не вернулись. Военное детство, как и у всех в те годы, выдалось непростым. Работали, сжали, рожь. Я еще пальцы порезала тогда. Нарезали участок как маме и сестры. И мне. Я тоже как член колхоза. Невозможно забыть и 9 мая 45-го. За победу на фронте и в тылу боролась вся страна. Ой, вы знаете как. Кто плачет, кричат. Ой, кто радоваться, кто пляшет, а кто падает в обморок. Больше 20 лет Зинаида Алексеевна живет одна. Похоронила мужа фронтовика, а еще раньше сына. В быту помогает соседка по подъезду. Она и чистоту в доме поддерживает, и за продуктами сходит, и в больницу сводит. На помощь приходят и волонтеры. Своим вниманием и заботой ветерана окружили студентки Чебоксарского техникума строительства. Протираем пыль, моем загрязненные участки, шкафы, плиту, полы моем. Когда мы заканчиваем уборку, нам важно, чтобы ветеран остался довольным. Акция «Чистый дом. Тепло и уют» проходит с 2009 года. За это время волонтеры навестили несколько сотен ветеранов и тружеников тыла. Поколение победителей, в свою очередь, рассказывает молодым о прожитом и наставляет быть добрыми и трудолюбивыми. Сама Зинаида Алексеевна большую часть жизни посвятила строительной отрасли. Садики ремонтировали, вновь делали, сдавали. Квартиры ремонтировали, электропарадный завод. Вот мы работали. Там мы жилые дома ремонтировали. Всё было. Работа. Вот было сколько. Только работа. На следующей неделе Зинаида Жучкова отметит свой 93-й день рождения. Признаётся, лучшим подарком для неё, конечно же, станут внимание окружающих и мирное небо. Ирина Николаева, Вадим Владимиров, Вести Чуваши. Продолжение следует.